МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Полицейские Шумкента задержали мужчину, который обманул семью хрустального мальчика из Уральска. Подозреваемый представился известным врачом и пригласил якобы на обследование. По приезду он разместил родителей и ребенка на съемной квартире, попросил 145 тысяч деньги на предварительные процедуры и скрылся. Поймали лже-врача несколько дней спустя. Им оказался 40-летний местный житель. Пока стражи порядка искали мошенника, состояние мальчика ухудшилось. Болезнь очень тяжелая. Она везде лечится очень тяжело. Хоть у нас, хоть за рубежом, хоть в России, хоть в Европе. Это дети, которые, в общем-то, серьезные инвалиды. Там надо, да, обследовать его, определить, какой тип. Там их семь типов есть. В зависимости от этого немножечко лечения разное. Но основное – это предупреждение дальнейших переломов. И затем реабилитация. То есть надо, чтобы он дальше не ломался. И пробовать восстанавливать его функцию. Наша команда решила узнать, на самом ли деле люди, которые ходят с коробками на руках, нуждаются в помощи. Для этого мы отправились в одну из столичных мечетей. Пятница. Золотое время для попрошаек. Верующие активно бросают женщине в ящик милостыню. Но никто из них не остановился. И не стал читать информацию. Для чего же она просит помощь? Мы же подошли и познакомились. Вот документы дочери. У меня у самой сахарный диабет. Меня зовут Калдекуль Салимова. Моей дочке 20 лет. У нее не работают почки. Она получает процедуру гемодиализа. Денег не хватает. У меня нет выбора. Поэтому я здесь сижу. Сама я работаю, мою полы. По пятницам на час с работы отпрашиваюсь и здесь сижу. Мы попросили Калдекуль Салимову рассказать свою историю. Женщина согласилась. На следующий день мы отправились к ней домой. Калдекуль Салимова живет с дочерью-инвалидом в съемной квартире. Четыре года назад, когда у Айжан отказали почки, ее жизнь кардинально изменилась. Калдекуль в прошлом врач-терапевт. Ей пришлось уволиться с работы и полностью посвятить себя дочери. Единственное спасение для ее ребенка – это трансплантация почки. Но об этом они только мечтают. Я начала активно искать донора. О нас начали рассказывать по новостям. Как-то раз мне позвонил мужчина и предложил стать донором. Мы с ним встретились. Он назвал сумму в 50 тысяч долларов. Сразу же запросил авансом полсуммы. Я взяла деньги в кредит и все ему отдала. А он просто скрылся. Но беда не приходит одна. Два года назад в их доме случился пожар. Сгорели все документы. Калдекуль Салимова перенесла инсульт. Мы быстро восстановились. С того времени скитаются по съемным квартирам. Денег не хватает. Из-за постоянных медицинских процедур руки Айжан начали болеть. Стоимость только одной мази для рук – 20 тысяч тенге. Вся пенсия дочери уходит на лекарства. Я хожу по пятницам в мечети, сижу, прошу помощи. Нас постоянно выгоняет полиция. Были даже случаи, когда меня избили и забрали все деньги. В феврале меня отправили в суд. Судья меня оправдала. Я не от хорошей жизни здесь сижу. Калдекуль Салимова будет рада любой помощи. Ее контакты вы видите на своих экранах. Еще один распространенный способ сбора средств – ящики для благотворительности. Их можно встретить в любом общественном месте – от магазина до вокзала. Мы находимся возле одного из столичных торговых домов. Здесь расположен ящик для сбора средств. Якобы 4-летнему мальчику требуется дорогостоящая операция. У него рак в брюшной полости. Сюда нас не запустили, от каких-либо комментариев отказались. Доказательств, что здесь расположен ящик, я записал все на мобильный телефон, а также их контакты. Давайте позвоним и проверим, на самом ли деле мальчику требуется помощь. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это вам с телеканала Хабар звонят. Скажите, пожалуйста, мы только что увидели ящик для сбора средств. Якобы мальчику Руслану требуется помощь. На самом ли деле это так? Да, это так. Это мой младший, братишка. А как вы смотрите на то, если мы сейчас к вам приедем? Да, конечно, приезжайте. На телефонный звонок нам ответили. Отправляемся проверять. Мария Лазариди не отходит ни на шаг от маленького Руслана. Мальчик сейчас чувствует себя хорошо. Как и все дети, со счастливой улыбкой катается на велосипеде. А ведь два года назад врачи сказали молодой маме, что ее сыну осталось жить считанные недели. 12 декабря 2015 года малыш проснулся сильными болями в животе. Все это сопровождалось тошнотой. При обследовании обнаружили новообразование в брюшной полости. Диагноз прозвучал как приговор. Нейробластома. Злокачественная опухоль четвертой степени. Но родители не сдались. Собрали документы и отправили медикам в Южную Корею. Там сказали, что смогут помочь. Тогда Мария с мужем продали квартиру, машину, а сами переехали к родственникам. Взяли деньги в долг и поехали на лечение. В Южной Корее Руслану удалили опухоль и почку. После была назначена химиотерапия. Не ел, не пил, рвал кровью. В общем, состояние было очень тяжелое. Волосы сразу все выпали. Очень плохо восстановился. За первую химию получается и за реабилитацию полностью все, что было, все деньги мы отдали. Там было 1060 долларов за первую химию обошлось. Это плюс палата и плюс химиотерапия, все медикаменты. Руслан уже прошел 7 курсов химиотерапии. Состояние мальчика улучшилось. Теперь каждые 3 месяца на протяжении 5 лет он должен проходить обследование. Это тоже стоит немалых денег. У нас сейчас такой момент. Нам нужно обязательно ему проходить обследование. Прошу помощи у всех людей, кто может помочь чем-нибудь. Пусть помогут, пожалуйста. Помогают родственники, но этих средств не хватает. Каким образом можно помочь этой семье, лучше спросить у мамы напрямую. Контакты Марии сейчас вы видите на своих экранах. Алима Купей также получила помощь на лечение от неравнодушных казахстанцев. Рак поразил тело девочки на 50%. Ее родители через социальные сети попросили о помощи. История оказалась настолько резонансной, что за сутки было собрано 14 миллионов тенге. Но средств могло бы быть больше, если бы не мошенники. Позже выяснилось, что неизвестные открыли фейковые счета. Многие мне пишут, мол, мы открывали счета в Кыргызстане, в России. Никаких счетов мы не открывали. Мы пользуемся только своими счетами. Не знаю и не понимаю людей, которые пытаются заработать на чужом горе. Я их не виню. Это дело каждого. Но хочу предостеречь, чтобы казахстанцы не были обмануты. Верны только счета, указанные на моей странице в Инстаграм. Мошенники активно срывают благотворительный кож в интернете на всевозможных группах и сообществах. Среди настоящих счетов есть те, которые создают поддельные и зарабатывают на этом деньги. Если хотите действительно помочь, обязательно проверяйте информацию, задавайте вопросы. Только так необходимая помощь может дойти до своего адресата. С этим согласен и руководитель благотворительного фонда Евгений Иванов. Мужчина закупил ящики для сбора средств и помогает родителям, чьи дети нуждаются в лечении, установить их в людных местах. Он рассказывает, что к нему не раз обращались псевдоволонтеры. Я очень негативно настроен к этим волонтерам, потому что я сам бывало сталкивался, что волонтеры окажутся мошенниками. То есть очень легко сейчас в данный момент, когда социальные сети развиты, где-то сфотографировать фотографию ребенка, распечатать ее и ходить, собирать помощь для этого ребенка. И никак на это повлиять нельзя. Словом, мошенники заметно осложнили и без того непростую жизнь родителей больных детей. Мало того, что воруют у нуждающихся, так теперь последним приходится еще и постоянно доказывать, что малыш и вправду болен. Ведь даже ящик для пожертвований просто так не выдается. Сначала надо показать все документы, подтверждающие, что ребенок действительно нуждается в помощи. Причем самих контейнеров мало, и родители ждут своей очереди, чтобы получить шанс на спасение. И они готовы к проверкам, лишь бы собрать средства на лечение ребенка. Поэтому не стоит прекращать делать пожертвования из опасений, что до этих денег доберутся псевдоволонтеры. Надо лишь удостовериться, что ваша помощь пойдет именно той семье, где малыш борется за жизнь.